Павел Сергеевич, приветствую! Сегодня я у вас в гостях здесь, в офисе Национального епископа Церкви Божией. У вас конференция проходит «Молодежь и не только». Вот почему в это время и с какими вызовами вот сегодня мы сталкиваемся, что нужно вот говорить с молодежью о чем? Конференция так и называется «Идем вместе». В общем-то, речь о связи с поколением. А вот я думаю, что в этом есть определенный пробел. В нашей стране вообще всегда бывает проблема с ротацией. К сожалению. А вот мы приняли решение, что мы должны все-таки, пока еще живы, пока здоровы, пока у нас есть силы подготавливать новых лидеров, новое поколение, вот и в этом направлении двигаться. Передавать эстафетную палочку следующему поколению. Об этом говорим. Правда, заключается в том, что многие не хотят отдавать, а сегодня молодежь воспитана так, что и принимать не очень-то хотят. Вот что вопрос. Поэтому мы вот об этом говорим. Перед Церковью стоит очень много вызовов сегодня. Я верю, что Церковь – это влиятельная структура, она должна влиять на общество, влиять на все процессы, которые происходят в обществе. На все абсолютно процессы. Вносить туда свет и соль. И поэтому мы приняли решение принести такую конференцию. Я вижу много делегатов, очень много молодежи. Вот эта игра, которую вы сейчас проводили, очень интересна. То есть попробовать молодым себя в роли управленцев. И городов, да, там взяли и Филиппы, и другие города библейские. Ну вот на ваш взгляд, как молодежь? Ну, очень удивительно. Я думаю, что здесь сыграла роль и пандемия, потому что давно уже не было таких форматов, встреч и все остальное. Были все больше в режиме онлайн. Люди соскучились друг по другу. И мы вынуждены были закрыть регистрацию, потому что много людей. И мы приняли решение, чтобы не рисковать, закрыть регистрацию. Но молодежь отреагировала очень удивительно и охотно. Мне кажется, включились и в процесс, и в обсуждение, и в роль вошли. И, ну, мне кажется, всегда урок, деятельность на игра, она приносит определенные результаты. Вот, если сделать потом правильные выводы, эти результаты бывают хорошими. Слава Богу. Да. Хочу спросить вас, что в Орле? Что с вашей церковью? Суды продолжаются? Вот эти, знаете, это, наверное, мемом скоро на всю страну станет, 8 квадратных метров. И администрация требует снести весь храм в центре города. Красавец. Ну, надо сказать, весь храм нет. Там, правда, затрагивает одну несущую стену эта земля. Правда заключается в чем? Что у нас спор. Спор с нашей администрацией. И мы понимаем, что мы не залезли на государственную землю, как они говорят. Вот, и у нас есть несколько экспертиз, причем влиятельных экспертиз, которые доказывают о том, что это город залез на нашу землю на полтора метра. Вот. И если все это правильно поставить на место, то мы не выходим никуда. Но это видно и по чертежам, это видно и визуально. Если придешь, посмотришь, что мы не вышли никуда за красную черту. И наш храм стоит в зоне и в пределах нашего участка. На мой взгляд, пастор Альберт, я верю, что это было инициировано. И на мой взгляд, это было инициировано конкретно спецслужбами. Вот. Я этого не боюсь говорить, потому что перед этим меня спецслужбы вызывали к себе. Вот. Предлагали какое-то для меня непонятное сотрудничество, которое я вообще понять по сей день не могу. Вообще, в какой сфере я должен со спецслужбами работать. Я всегда говорил и говорю, я патриот своей страны. Я никогда не работал против своей страны. И никогда не буду работать против своей страны. Я люблю свою страну. Я здесь остался для того, чтобы жить и влиять на процессы в моей стране. А вот предателями я никогда не был. Более того, я не обладаю никакими государственными тайнами, даже маленькими. Ну, а где лежит моя Библия, вот, никому не расскажу. Это моя Библия. Вот. Так что, как бы здесь вот ситуация такая. Поэтому, какой предмет сотрудничества для меня был непонятен. Ну, и само вот это понятие сотрудничества со спецслужбами меня сейчас напрягает. Почему напрягает? Потому что были советские времена, а я дитя советских времен. Вот. И тогда спецслужбы вторгались в жизнь и деятельность церкви, пытаясь развалить эту деятельность церкви. Поэтому я скажу так, что, еще раз говорю, мы люди мирные, мы люди честные, вот. И мы будем делать все, чтобы наша сторона процветала, и чтобы наш народ процветал, и чтобы в нашей стране был мир. Ну, все равно вам очень тяжело сейчас, да? Да. Здание закрыто, храм опечатан, вы не можете ничего ни делать, ни проводить, пока вопрос о земле не решится. Да. Пострадала церковь? Конечно. Пострадала очень сильно. Ну, во-первых, мы работали с молодежью. У нас была достаточно большая молодежная группа в церкви. Вот. И мы делали различные молодежные конференции, съезды. Вот. Мы работали с трудными подростками. Вообще мы стараемся исполнять предназначение церкви на этой земле, которую нам дал Христос. Мы работаем с разными людьми, с разными контингентами. И, конечно же, наша церковь сильно пострадала, когда наш молитвенный дом был закрыт и опечатан. Как я понимаю, вообще на этой причине абсолютно никаких не было. Наше здание было готово полностью к эксплуатации. У нас были все коммуникации, у нас были все пожарные дела сделаны. Но, на мой взгляд, это конкретно был заказ, и он продолжает исполняться уже в судах. А вот я хочу обратиться сегодня и к нашему правительству, и даже к президенту нашей страны хочу обратиться. Пожалуйста, обратите внимание, что судов в нашей стране не существует вообще. Наши суды – это просто заказная структура. Просто работают по заказу или же спецслужбы, или же просто по звонку. Правды никакой абсолютно нет. И это, естественно, раздражает наше общество. Это, естественно, раздражает простых людей, простых горожан. Это настраивает людей против власти существующей. И надо это понимать. Я верю, что это не приносит никаких добрых дивидендов нашей власти. Ну, тогда зачем? В чем эта политика? Зачем спецслужбам нужно раскачивать лодку, если Россию можно назвать так, лодку нашу, раскачивать во всех сферах – в политических, в религиозных, в экономических? Что пытаются добиться? Действительно какого-то социального взрыва, что ли? Это же не кто-то из них делает. Это же вот наш, мы же понимаем. Меня это удивляет. Меня удивляет, что это вообще люди не государственные. Эти люди против нашего государства. Эти люди против единства нашего государства. Они делают все, чтобы наше государство не было. Понимаете? Сегодня, чтобы его не было. Делают все именно для этого. А это все из маленьких вещей складывается. Вот у нас была же история с одним баптистом, который где-то там, я не знаю, где-то на Урале. На Урале. Депортировали его. Где-то, да. В деревне. Помогал этим бабушкам. Имел свою небольшую ферму. Работал. Никому не мешал. Немец, по-моему, он был по национальности, да. Ну и что, пришли, его выгнали, его оболгали. И просто депортировали из нашей страны. За что, для чего, это никому не понятно. Ну, там уже все засекречено. Когда ФСБ в деле участвует, то все дела, все материалы всегда засекречиваются. Ну да. Просто угроза безопасности России. И все. Да. Ой, и какая наша немощная Россия. Что один немец, единственный, развалит великую державу. А вот, великую державу. Ну, Павел Сергеевич, честно говоря, вот, мониторить ситуацию по России, я вижу, что это не единственное. Да. Их все больше и больше процессов везде. Вот новые сейчас мы увидели, что в Анапе баптисты собирались, и все их преступления, что они не уведомили. Вроде уведомление, это, ну, частный характер, это хочешь, не хочешь. А их уже привлекли, и как вообще? Вроде они не создавали религиозную группу, привлекли по законам миссионерства. И законы все ужесточают, ужесточают, ужесточают. Ну, в этом и проблема. В этом и проблема сегодня. Мне кажется, что, я думаю, что высшее руководство нашей власти информируется реально неправильно. А вот, а если информируется правильно, принимаются вот такие законы и вот такие вот решения, то, ну, меня вообще немножко это настораживает. Настораживает, и даже сильно настораживает. Мне кажется, что все это идет к тому, чтобы наше государство вообще перестало считать государство, к сожалению. А вот. Потому что люди, люди напряжены очень сильно сейчас. Очень сильно напряжены. Я верю, что в этой ситуации мы, наоборот, должны сейчас пойти навстречу народу. Мы должны отпустить струну, не перетягивать ее, чтобы она порвалась. А вот. Отпустить эту ситуацию, да. А вообще во всех сферах, возьмите, в вопросах даже того же самого дорожного движения, все ужесточаются, законы, все ужесточаются. И простой человек, несчастный, уже не знает, как по дороге проехать. Везде висят камеры, везде его, каждый шаг его фиксируют, люди злые. Вот. Трудно понять, что происходит в стране. Очень трудно. Ну, это такой большой вопрос, вот, безопасности. Да. Это, ну, не сегодняшнего разговора, наверное. Я знаю, что хочу спросить. Вот, вы, наверное, видели, прошло сообщение, что недавно в Госдуме, в комитете по связям с религиозными там, организациями, прошла встреча, как написали протестантских лидеров с председателем этого комитета, Сергеем Гавриловым. Вот. Вы, как национальный епископ, не были приглашены. Я вот посмотрел картинку, лютеран не было. Никого другого, если это протестанты, у нас только шесть юрисдикций лютеранских, никого не пригласили. Кто был, ну, вот что меня потрясло, вот из тех, кто был, да, лидеры нескольких там баптистских и пятистических союзов всего лишь, вот, очень много критики было. Прям в комментариях люди критиковали, что вот там, покрасоваться опять. Что это такое? Люди не доверяют больше вот этим большим структурам, большим союзам? Очень много было негатива, вылета просто, что опять пришли в Госдуму пофоткаться, покрасоваться, полюбоваться, а толку никакого. Церквям не помогают, вопросы реальные не решаются, заоблачные какие-то обсуждаются. Ну, да, ну, мне кажется, это так, в нашей стране так было всегда. Нам, 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 Сара, сказали, как мы живем плохо, вот, но при этом ничего абсолютно не делается для того, чтобы это решать. Вот. Это сегодня, мне кажется, пришло и на религиозную сферу в том числе. А вот. Нужно, нужно сказать, какой момент, что я, в общем-то, от больших союзов ничего не ожидаю, если честно сказать. Раньше никогда не ожидал, и сейчас не ожидаю. Наверное, так уж сложилось в нашей стране, что нам приходится самим жить, самим вместе, конечно, с Господом, с нашим, вот, вести борьбу за наши права, вот. Вот. Как это было в Советском Союзе, так, наверное, это будет и сейчас. Вот. Я только единственный могу момент сказать. Мы не учитываем уроки истории. И это очень страшно. Это очень страшно. Мы всегда наступаем на дни те же грабли, и у нас не просто уже шишка, а уже мозоль от этих граблей на лбу, понимаете. Вот. И больно за это очень сильно. Очень сильно. Мы выпускаем поколение людей, вот. Мы не влияем на это поколение людей, к сожалению. Вот. Нам кажется, что у нас все хорошо, но дело достаточно плохо обстоит и в стране, и в религиозной сфере тоже, в том числе. А вот. Я думаю, что то предназначение, которым призвана церковь, сегодня мы занимаемся очень и очень мало. Очень-очень мало. Тогда, может быть, сейчас время такое, вот я размышляю и думаю, для построения горизонтальных связей, для каких-то альянсов. Ну, вот не надо никуда выходить, вот как мне кажется. Надо просто дружить и развивать эти связи. И... И... А, честно говоря, я уже давно стараюсь дружить не просто с людьми, которые в моем союзе или моей ассоциации. Вот. Мы с вами в разной ассоциации находимся. Вот. Ассоциация «Слово жизни», а я – Церковь Божия. Вот. И другие союзы есть, арцеховые, оцеховые есть. У меня везде там есть, на самом деле, друзья. Это люди, с которыми я близок по духу, понимаете? Вот. По духу Евангелия, вот. По духу восприятия сегодняшней ситуации, в которой мы находимся. Поэтому для меня, вот, как бы, ну, союзы небольшую роль играют. Вот. Для меня играют личные взаимоотношения. Личные взаимоотношения с людьми. Ну, вот, если мы будем делать какие-то альянсы, я бы их уже не регистрировал бы в каких-то государственных структурах. Я хочу сказать, что мы, христиане, должны научиться договариваться на джентльменском уровне. А вот, у нас должно быть слово, сказанное, на сто процентов выполнено. Вот. Если я сказал, то я его точно выполню. Это дело моей чести. Это дело моей чести. А вот. И мне кажется, время приходит именно таких содружеств, братств. А вот. И таких взаимоотношений. А вот. Таких взаимоотношений. Понятно. Спасибо. Спасибо.